МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как я уже говорил в предыдущем ролике, вот здесь и наверху магическим образом появилась ссылочка на этот чудодейственный ролик. Я знаю ответ на вопрос, зачем Америке надо было делать Россию недружественной страной. Журналисты Нью-Йорк Таймс задаются вопросом. Зачем надо было расширять НАТО на восток? Зачем сознательно было идти на конфронтацию с Россией и делать из нее недруга вместо потенциального партнера? Представьте, мол, если бы Россия страна, с которой у нас нет торговых или пограничных споров, была бы нашим союзником сегодня против Китая и Ирана, а не их союзником в спорах с нами. Представьте, говорят эти журналисты, если бы Россия страна, с которой у нас нет торговых споров. Несчастные журналисты Нью-Йорк Таймс. Именно что есть торговые споры. И еще какие. В этом-то собачка и порылась. Что же произошло, что в мире сейчас все как с цепи сорвались? А вчерашние друзья и партнеры. Смешное слово, партнеры. Которые раньше так любили произносить первое лицо. Первое лицо этого КГБ. Вдруг перестали быть такими и превратились, ну, если пока еще и не в конкретных врагов, то как минимум уже в недружественные страны. Токсичные и ядом дышащие друг на друга. Что вдруг тоже лицо КГБ, которое так старательно молодилось, натягивало, пардон, свое же лицо почти на жопу, одевало смохин и бобочку, элегантно играло на рояле одним пальчиком, изучало английский язык со специальной тетенькой. Ну, никак не для войны. Лицо на жопу для войны не натягивают. Только для дружбы. Для дружбы со всем миром. Чтоб тусоваться в элитном клубе красиво. Что вдруг теперь тоже страшное лицо КГБ мчится в камуфляже на мультипликационной ракете, дергает ртом от напряжения и думает, кого бы еще отхерачить. И двери этому лицу теперь открыты только в офицерском клубе, откуда из граммофона доносятся пошлые, но бодрые военные песни. Ну, не для этого оно вообще, а оно воно как обернулось. А произошло следующее. После Второй мировой войны за игральным столом планеты сидело два игрока США и Советский Союз. Я об этом благополучно рассказал вот в этом ролике. Вот по этой ссылочке. Сверху. Итак, после Второй мировой войны за игральным столом планеты сидело два игрока. США, которые своими гениальными коммерческими ходами посадили Европу и полмира на доллар, с могучей экономикой и могучей армией. И Советский Союз со своей карликовой экономикой, но могучим космосом и могучей армией. Да, портянки нюхали и засовывали в кирзачи. Да, сигареты стреляли на халяву, практически топором брились и граблями причесывались, но были могучими. Причем ядерно-ядрена могучими. И контролировали все, что восточнее от стены. Потом пришли другие времена. Девяностые. Когда развалился Советский Союз и его не стало. И когда за столом остались одни только США. США скучали и заправляли всем миром. А затем пришли совсем свежие времена. Толковые люди по завету Черчилля создали Соединенные Штаты Европы, которые стали называться Евросоюзом, чтобы как-то отличать созвучие Соединенных Штатов Америки от Соединенных Штатов Европы. Поэтому их назвали Евросоюз. И как-то так тихой мышкой за игральным столом уже оказалось три игрока, равных друг другу по экономикам. Китай, полетевший экономической ракетой стремительно вверх со своими 23 триллионами долларов в годовом кармане. Евросоюз с 20 триллионами долларов. И США тоже с 20 триллионами. Чтобы было понятно, в мире весь годовой доход всех стран 127 триллионов долларов. То есть у этих трех игроков полмира в кармане. И только они заказывают вальс Штраусу. И если какая-то другая страна хочет выжить в этом мире, то должна дружить с какой-нибудь из этих стран, с каким-нибудь из этих гигантов. Россия с ее годовым доходом в 4 триллиона долларов за игральным столом места уже не нашлось. Чтобы представить себе разницу в карманах, переведем все триллионы долларов в сантиметры роста. Представим себе, что для наглядности, что 10 триллионов долларов это один метр от земли. Получается, Китай двух с лишним метровый баскетболист. Узкоглазый красавец. Евросоюз и США двухметровые дылды или статные Аполлоны, как хотите. И Великая Россия со своими 40 сантиметрами в холке. Это карлик. Карлик где-то под столом. У ног трется. Да даже и не карлик. Где бы мы видели карлика высотой 40 сантиметров. Это коротышка из цветочного города. Так вот пока те три рослых экономических верзилы за столом играют, каратышка бегает под столом, лижет свои полковничьи погоны и поигрывает мускулами перед кривым зеркалом. Ну как лижет? Ну как поигрывает? Он по росту хоть и каратышка, а по нефти и газу был первый во всем мире. И каратышка уже получается тот же баскетболист красавец. Потому что нефть и газ кровеносная система мира. Причем вчера, сейчас и на ближайшие 10-15 лет. Главное кровь планеты. Как бы ни старались электрические ребята, не заменят они газ и нефть в ближайшие 10-15 лет. Кому из трех игроков за столом обиднее всего? Не под столом, где кратышка бегает, а за столом, где верзилы играют. Кто считает себя вишенкой на всем этом гребаном торте? Европу США после войны подобрали, обогрели, из руин подняли. Подняли не бесплатно, но коммерчески гениально. Китай еще вчера мелкий шпаненыш, поклонявшийся Советскому Союзу как большому брату. А тут, понимаешь, сидят на равных и играют, да еще и переигрывают. Конечно, задача США опустить своих главных конкурентов за столом. Любым способом. Законным, незаконным, но чтобы выглядело как будто и не они вовсе. Смотрят США на Европу и видят. Вот мы, когда смотрим на Европу, видим, где бы причалить свое седалище на отпуск, на отдых, если не хотим провести свой отпуск на каком-нибудь сайте. А США смотрят на Европу и видят детину опутанного сетью российских нефтегазовых труб, как паутиной, как аквапарк в Абудаби. Абудаби опутанной трубами. Смотрят США на Европу опутанную сетью российских нефтегазовых труб и видят опупенную зависимость Европы от России. Давайте вместе с США посмотрим на эту зависимость и пройдемся по каждой стране Европы. А для наглядности возьмем вот такую карту зависимости, которая была опубликована в той же Нью-Йорк Таймс в 2014 году. Да-да, именно в том году, когда и началась вся эта заваруха и война с Украиной. Вы скажете, ну и при чем здесь Украина? Украина-то вообще что здесь? Где нефть и где Украина? Украине отродясь и нефти-то никакой не было. При чем здесь Украина? Так вот при том, при том, мы же помним, как взмах крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на другом. Для лучшего понимания переведем при помощи фотопереводчика всю эту байду на русский язык и посмотрим на каждую страну сверху вниз. Поехали! В первом эшелоне стран видим не простую зависимость, а бешеную Финляндия 76%, Эстония и Латвия 69,72% соответственно, Литва 92%, Польша 91%, Чехия 73%, Словакия 98%, Венгрия 86%, Румыния 47%, Болгария 90%, Греция 40%, то есть первая десятка близких к России стран Европы кормилась энерго- и теплозависимостью с руки России с бешеной зависимостью, то есть автократ тогда еще не диктатор кормил с руки демократов. Смотрим на второй эшелон стран. Швеция 46%, Дания вот недокормленная Россией страна всего-то 10% была. Нидерланды 34%, Германия 30%, Бельгия 30%, Франция немного 17%, Италия 28%, Австрия 9%, Словения 24%, Хорватия 34%, Испания 14%, Португалия 10%, Великобритания 13%, И, наконец, Ирландия всего 1%. На каком топливе выживала Ирландия? Наверное, на виске Джемисон и пиве Гиннес. Вот мы увидели зависимость европейских стран от России и нервно содрогнулись. Увидели это и США, и увидели охреневшего от счастья европейского детину, который питается главной мировой кровью по ценам ниже, чем внутри самой России. Бедолага россиянин под Москвой платит за газ больше, чем его собутыльник под Гамбургом. За Мерседес в России русский как-то не платит меньше немцев в Германии. Ну так первое лицо КГБ распорядилось. Оно эту систему много лет отлаживало. Оно это первое лицо на копчике ползало, пауком оплетало Европу и в какой-то момент никто и не заметил как. Но всех все устраивало. Хотя США тогда забеспокоились, что такие деньжища триллионы концентрируются в руках людей КГБ. Но так началось еще со времен Советского Союза, когда СССР на 25% обеспечивал Европу нефтью и газом. Да, конечно, это оказывало влияние на Европу, тем более тогда раздробленную без Евросоюза, но не было такой денежной концентрации в руках КГБ. Советский Союз распределял нефть и доллары ну все-таки пропорционально по всей экономике. А тут мало того, что стоимость нефти взлетела, так и распределение оказалось в руках людей КГБ. Поэтому в России что не миллиардер, то выходец из КГБ, а старые добрые ельцинские олигархи уже давно всего лишь контролируемые КГБ кошельки. США нервничали до поры, пока у них самих сланцевая тема не поперла из всех щелей. К черноногому президенту уже тогда финансовые воротилы зачастили в Белый дом. Либо делай что-нибудь, либо зальем твой Белый дом черной жижей по самый нос, потому что девать ее больше некуда. Она с нашими технологиями хлещет в 33 струи, не считая мелких брызг. Мы ведра не успеваем подставлять. Ну что тут делать черноногому? Надо как-то пакостить. Кого-то надо делать врагом. Но не линейно. Умники линейно не поступают. А умники гарвардской школы тем более. Новое это хорошо забытое старое. А тогда на чем схлопнули Советский Союз? Был у них хитрожопый советник Бжезинский. Американский засранец польского происхождения. который замутил схему вооружения афганских маджахедов. Где засранный Афганистан? Страна даже не третьего сорта просто портянка. И где Советский Союз? За каким-то хером Советский Союз считал, что козырное месторасположение этой портянки ключ к господству в Центрально-Азиатском регионе. Так называемой дооскоменной буферной зоны мол наша. Потому что под брюхом у туркменов и таджиков. А это братья почти по разному. По советскому. Дальше все просто. США вооружили афганских маджахедов. Советский Союз ввел войска в Афганистан. И втянулся в дорогой военный конфликт длиной в 10 лет. Положили тела в цинк 15 тысяч наших молоденьких солдатиков. 50 тысяч покалечили. А моральный и экономический вред и посчитать невозможно. Снаружи признание страны как агрессора и санкции. Внутри все матери молодых сыновей на протяжении 10 лет боялись отдавать их в армию. А ну как Афган. В кругляшах одни убытки. В итоге обосрались. Еще и нефть подешевела. И лопнула покрышка Советской империи. Подловили США советы на мышлении военного сапога. И устроили жопу. Потом сочувств так головой покачивали. Мол ну как же вы так то ну что же вы так то как попавшему в капкан медведю леса. Дескать как же ты косолапый что мы теперь без тебя в лесу. И смотрят дальше США на Европу. И видят детину опутанного сетью российских нефтегазовых труб как паутиной. А американцы уже вышли на добычу нефти на первое место. То раньше Россия была на первом. Саудовская Аравия на втором. США отставали от них в два раза. И все что они добывали шли шло только для внутреннего пользования. И еще самим не хватало докупали. А теперь они на первом месте. И ее нефть матушку в смысле ее излишки надо продавать. На предложение американцев Евросоюз ответил мол да нам Россия все поставляет нас все устраивает и контракты не нарушает мы довольны до жопы до жопы смекители амеры афганскую жопу можно и повторить надо только найти болевую точку России а это как нечего делать Украина еще со времен советов бузила особенно западная повторюсь задача была не напакостить Россией Россия не игрок ну или мелкий шулер третье место в стиле батерфляй лампочка Ильича в жопе главврача причем того главврача который в Омске врал про Навального а потом потерялся на охоте задача была склонить наклонить Евросоюз чтобы захватить Евросоюз как рынок сбыта своей неожиданно попершей нефти после гидроразрыва пласта но использовать Россию как портянку у которой просто отобрать глобальный рынок сбыта а когда запылал Майдан нужно было только его поддержать для России и Украина это та же самая буферная зона вот какой мудак придумал что Россия с ее межконтинентальными ракетами вообще нужно задумываться о буферных зонах в 21 веке сказать сложно вероятно что сказалось то же самое мышление военного сапога школа одна советская хотя в мире по-прежнему есть сферы влияния например попробуйте клопом прыгнуть на Канаду Америка вас умными ракетами зашвыряет почему потому что Канада сфера влияния Америки попробуйте послать знаменитых туристов Петрова и Баширова скажем в Австралию и Англия тут же вышлет эскадрилью F-35 на перехват потому что Австралия сфера влияния Великобритании потому что не дай бог Австралии таких туристов Украина традиционно была сферой влияния России тот же Бжезинский в свое время подливал масло без Украины дескать Россия перестает быть империей с Украиной же подкупленной а затем и подчиненной Россия автоматически превращается в империю и вот эта подкупленная Украина утекает из-под ног глуповатый Янукович глуповато улыбался на открытии Олимпиады в Сочи а на закрытии его уже сдуло сквозняком революционного ветра он чудом уцелел физически и весь мир наблюдал кадры спасения его на российском вертолете причем его и его баулов с деньгами да только заикнись что разместишь натовскую базу в Крыму что будет делать Россия известно что пойдет войной и тут мы ее подловим и обвиним во всех грехах до чего теряться и слону яйца качать в распятие Христа тоже так его же евреи да какая разница теперь будет Россия но первое лицо захерачило зелененьких человечков которые появились в Крыму кто такие заволновался мир да хрен его знает это Кожугеточ с новыми какими-то технологиями по-партизански квази и бескровно новыми технологиями оказались обычные споротые шевроны но выглядело круто и вежливо что добавляло крутизны добавляло куража и недоумения опизденелый российский народ зашелся отчасти вы знаете а Крым-то наш да вы что а чей он был формально украинский а реально автономный русские там только и торчали отрывались и оттопыривались да и американцы обалдели от такой прыти но им в итоге было по барабану как по щам бить жертва была выбрана их и такой расклад устраивал потому что рупоры матюгальники и те же барабаны были уже направлены в разные стороны мира и понеслось по континентам убийца агрессор насильник гитлер путлер черноногий президент как истинный папа миротворец пропел тогда псалом под звуки щипкового инструмента мол россия заплатит большую цену и наставлял всех европейских лидеров лично по телефону как вы продолжаете вести торговлю с бандитом так ведь он христа распял а я вам российские поставки нефти и газа компенсирую своими сланцами в танкерах не ссыте останетесь довольны и отщипнул щипковым инструментом у россии все что отщипывалось так америка разыграла карту по типу афганской а россия попала во все расставленные для нее капканы и ловушки так гарвардская школа противостояла школе кгб представьте что вы владеете десятью рынками в москве вы такие крутые что ты что ты но приходят дяди и технично отжимают у вас восемь из десяти вот это и произошло но вы с двумя вас разорили но не до конца пока вы смотрите эту видео видео стрепню танкеры из другого полушария идут нескончаемым караваном в европу именно туда куда россия еще вчера а россия вляпалась во все международные порицания и санкции но как агрессор крым отжало что и кровь христианских младенцев тоже мы ну так как тоже теперь то уж но загонять в угол россию опасно тот тот же самый бжезинский предрекал для америки россия слишком слаба чтобы быть ее партнером но как и прежде слишком сильна чтобы быть просто ее пациентом и чубат и ее президент всегда хотел дружить с загнанным первым лицом потому что загнали нельзя доводить до кипения вот поэтому новый президент сша решил не наказывать всех за северный поток 2 отдать возможность небольшого выхода загнанной в угол крыси леда в пуху спирте леда 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 леда